Сегодня Соединённые Штаты начали военную акцию против Ирака. Уже есть человеческие жертвы и разрушения. Целый регион оказался под угрозой крупномасштабной гуманитарной и экологической катастрофы. Сразу же подчеркну, военные действия осуществляются вопреки мировому общественному мнению, вопреки принципам и нормам международного права и уставу ООН. Эта военная акция ничем не может быть оправдана. Ни обвинениями Ирака в поддержке международного терроризма, информации подобного рода у нас никогда не было и нет. Нежеланием сменить в этой стране политический режим, что прямо противоречит международному праву и должно определяться только гражданами того или иного государства. И, наконец, никакой необходимости в военных действиях не было для ответа на главный вопрос, который был прямо поставлен международным сообществом. А именно, есть или нет в Ираке оружие массового уничтожения? А если есть, то что и в какие сроки нужно предпринять для его ликвидации? Кроме того, к моменту начала операции Ирак не представлял никакой опасности ни для соседних государств, ни для других стран и регионов мира. Поскольку, особенно после десятилетней блокады, являлся слабой страной как в военном, так и в экономическом отношении. Тем более, он не представлял собой опасности в условиях работы там международных инспекторов. Напротив, в последнее время их деятельность привела к серьезным, позитивным результатам. Хотел бы отметить совместная работа в рамках Совета безопасности ООН, в том числе совместная работа с Соединенными Штатами Америки, единогласное принятие резолюции 1441, не дающей права на применение силы, но позволившей возобновить деятельность международных инспекторов, а также комплекс других мер, воздействия на иракское руководство, положили начало практической деятельности по разоружению Ирака мирными средствами. В этой связи, независимо от того, как будет складываться ситуация вокруг Ирака, я от имени России, как государства постоянного члена Совета безопасности, хочу обратиться к генеральному секретарю ООН и международным инспекторам. Хочу обратиться к ним со словами признательности и благодарности. Они честно и ответственно исполнили свой долг, проявили при этом высокий профессионализм и мужество. Уверен, что институт международных инспекторов еще будет востребован мировым сообществом. Военная акция против Ирака – это большая политическая ошибка. Я уже сказал о гуманитарной стороне дела. Однако не меньшую озабоченность вызывает у нас и угроза развала сложившейся системы международной безопасности. Если мы допустим, чтобы на смену международному праву пришло кулачное право, согласно которому сильный всегда прав, имеет право на все, а при выборе средств для достижения своих целей ничем не ограничен, тогда под вопрос будет поставлен один из базовых принципов международного права – принцип незыблемости суверенитета государства. И тогда никто, ни одна страна мира не будет чувствовать себя в безопасности. А возникший сегодня обширный очаг нестабильности будет расти и вызывать негативные последствия в других регионах мира. Именно по этим причинам Россия настаивает на скорейшем прекращении военных действий. И мы по-прежнему уверены – центральная роль в решении кризисных ситуаций в мире, в том числе и вокруг Ирака, должна принадлежать Совету безопасности ООН. Хочу подчеркнуть – Россия намерена проводить линию на возвращение ситуации в мирные русла и достижение подлинного решения иракского вопроса на основе резолюции Совета безопасности ООН. Решение при учете законных интересов иракского народа, уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны. Мы с вами собрались для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась после начала военных действий. Ситуацию с точки зрения последствий для российской экономики и с точки зрения тех наших первоначальных и последующих действий для обеспечения безопасности России. Редактор субтитров А.Семкин